Добрый вечер! Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Основой так называемых теорий заговора является идея о том, что на самом высоком уровне существует теневая клика педофилов, использующих власть, чтобы скрывать свои преступления против детей. Люди так думают. Звучит неправдоподобно. Слишком мрачно и странно, чтобы быть правдой, и, конечно же, мы не поддерживаем эту идею. С другой стороны, можно понять, почему люди верят в это. Джеффи Эпштейн, например, еще долго обедал с бизнес-магнатами и главами государств, уже после ареста за секс с несовершеннолетними. Как он это делал? Почему никто ничего не сказал? Почему люди продолжали есть с ним? Ну, мы можем заключить, основываясь на фактах, что среди некоторых самых влиятельных людей в нашем обществе есть терпимость к педофилии, которую вы не найдете, скажем, в обычной американской семье среднего класса. Некоторые богатые действительно таковы, это чистая правда. И если вам нужны дополнительные доказательства, посмотрите на Балансиаго, которую называют люксовым брендом. Балансиаго продает кроссовки за тысячу долларов и толстовки за полторы тысячи людям, которые не знают, куда девать деньги. Вы, вероятно, не делаете школьные покупки в Балансиаго, в отличие от некоторых. Балансиаго запустила новую рекламную кампанию в Инстаграм, рекламным ходом которой стал секс с детьми. На одной фотографии изображена маленькая девочка, лежащая лицом вниз на диване, со свечами, пустыми бокалами и ошейником на журнальном столике перед ней. На другом снимке изображена та же девочка, ребенок, держащая плюшевого мишку, одетого в одежду для БДСМ, включая кожаные ремни. А затем, если вы упустили суть, мы за педофилию, Балансиаго! Еще одно изображение все объясняет. На этом фото страница из положения Верховного Суда об отмене закона о борьбе с детской порнографией. Организаторы фотосессии включили часть этого положения, в котором слово «секс» используется четыре раза. И, конечно же, это не было случайностью, Балансиаго хотела, чтобы вы заметили. Нам показалось, что это громкая история. Мы видим крупный международный бренд, продвигающий детскую порнографию и секс с детьми, причем продвигающий не завуалированно, а совершенно открыто. Ни одно здоровое общество этого не потерпит, да и никогда и не терпело. В американской истории педофилия всегда считалась самым ужасающим преступлением, какое только можно вообразить. Известно, что педофилов убивают в тюрьмах, потому что даже убийцы считают их аморальными. Вот насколько недопустимой считается сексуализация детей. Это совершенно неприемлемо. Но, видимо, все изменилось. Теоретики переименовали расстрителей малолетних в людей, которых привлекают несовершеннолетние, чтобы дать понять, что на самом деле это не так уж страшно, это просто вид любви. Так что, учитывая эту тенденцию, неудивительно, что за редкими исключениями почти все СМИ полностью проигнорировали рекламную кампанию Балансиаго с детским порно. В Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост Джеффа Безоса на CNN или NBC не было ни одного репортажа об этом. Ни о расследовании, ни о бойкоте речи не шло. Обычно возмущенные люди молчали, потому что они не были возмущены. Балансиаго в конечном итоге выступила с заявлением, в котором говорилось, что будет наказан фотограф, как будто это вина фотографа, и они ничего не знали об этом. И затем история фактически умерла, и это означает, что генеральный директор Балансиаго, человек по имени Седрик Шарби, не станет социальным изгоем за то, что только что сделала его компания. Он будет продолжать, как и Эпштейн, безнаказанно наслаждаться общественной жизнью со своими многочисленными друзьями-знаменитостями. Вот он, например, с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, который, похоже, очень рад быть с ним. Между прочим, мы нашли эту фотографию менее чем за минуту в сети. Насколько нам известно, никто, кроме нас, не спрашивал Эрика Адамса об этом и, вероятно, никогда не спросит. И причина проста. СМИ не заинтересованы в освещении сексуализации детей. Их интерес, что показательно, заключается в том, чтобы уничтожить любого, кто жалуется на сексуализацию детей или даже замечает ее. Замечать, говорят они нам, значит нападать на ЛГБТ-сообщество. Их предположение, по-видимому, состоит в том, что геи выступают за растление детей и, конечно же, за калечащие операции на половых органах несовершеннолетних. Но это абсурд. Ни один нормальный человек не поддержит это, гей он или нет. Выступать против детского порно или ужасаться тому, что врачи отрезают грудь здоровым девочкам-подросткам, не значит быть против геев. Это преступление, и большинство геев думают, что это преступление. Почему должно быть иначе? Защита детей от сексуальной эксплуатации взрослыми является основным человеческим инстинктом, благородным инстинктом. И все же NBC News делает все возможное, чтобы превратить этот инстинкт в преступление. NBC привлекла своего эксперта по правоохранительным органам, бывшего заместителя директора ФБР, чтобы предупредить зрителей, что любой, кто жалуется на сексуализацию детей, будет наказан судебной системой, будет привлечен к суду и уничтожен. Смотрите. На следующий день в клубе Кью будет шоу трансфеститов. И это способ показать детям, эй, смотрите, этот человек, может быть он не похож на людей, которых вы видите каждый день в магазине, но это настоящие люди с жизнью и эмоциями, им нравятся те же истории, что и вам, в этом нет никакой сексуализации. Но каждый раз появляются прауд бойз из-за аккаунта в интернете под названием Липс оф ТикТок, которые продвигают Такер Карлсон и Бэйбилон Би из крайне правых. Такер кажется особенно зациклен на этой антиквир панике. В дополнение к своей критике Дрэк Шоу, он поддерживает активистов, использующих особенно злобную риторику для нападок на детские больницы за оказание медицинской помощи трансмолодежи. И если он потребитель людей, которых мы только что перечислили, от Лорен Боберт до Такера Карлсона, давайте выясним это в суде, давайте покажем все как есть, придадим огласки, он потребитель этих людей. И они должны нести гражданскую ответственность перед жертвами. О, итак, бывший заместитель директора ФБР призывает к, цитата, «гражданской ответственности всех, кому не нравится сексуализация детей». Если вы жалуетесь на это, вы несете ответственность за убийства, которые совершают другие люди. Это есть в своде законов? Нет. Но NBC News делает все возможное, чтобы исправить это. MSNBC предположил, что поскольку Рон де Сантис подписал закон, запрещающий учителям сексуализировать детские сады, он каким-то образом связан с массовой стрельбой в Колорадо. Губернатор Флориды Рон де Сантис подписал печально известный закон, который критики назвали законом «не говори гей», запрещающий учителям даже говорить о существовании геев и трансгендеров. Например, когда у вас есть законопроект «не говори гей» во Флориде, или когда Рон де Сантис хочет послать полицию для расследования дрэг-шоу. Закон «не говори гей» безусловно поможет повысить популярность де Сантиса в стране. Но ясно одно. Они просто хотят продолжать демонизировать и разделять людей. Они активно взялись за ЛГБТКУ. В частности, их очень порадовал закон «не говори гей» во Флориде. Итак, если вы не хотите, чтобы воспитательница говорила «с вашим ребёнком о сексе, вы против геев?» Хм, Рон де Сантис – идейный вдохновитель массового убийства в Колорадо? Правда? Неважно, как вы относитесь к Рону де Сантису или к сексу, это маловероятно, на самом деле это смешно. Тем не менее, они продолжают так говорить, и вопрос в том, почему. Ну, они говорят так, потому что полны решимости удержать вас от разговоров по существу. Вас назовутся участником убийства, они пригрозят засудить вас, как это только что сделал заместитель директора ФБР, если вы не заткнётесь. Это довольно странно, если подумать. Но им больше нечего сказать, потому что дети в этой стране действительно подвергаются сексуальной эксплуатации, в некоторых случаях за деньги. Это не секрет, и это совершенно реально. Этим летом, например, Мэтт Уолш разоблачил злодеяния в медицинском центре Вандербильта в Нэшвилле. Тамошний врач признался, что калечит гениталии детей, потому что это приносит прибыль больнице. Смотрите. Эти операции приносят много денег. Реконструкция женской груди в мужскую может принести 40 тысяч долларов. Пациент, получающий обычное гормональное лечение, которого я вижу всего несколько раз в год, может принести несколько тысяч долларов без частых посещений и анализов. Это на самом деле приносит деньги больнице. Это на самом деле приносит деньги больнице. Если бы вы были репортером совестью, это был бы главный репортаж в вашей жизни. Всё есть на видео. Врач признаётся, что калечит гениталии детей за деньги, называя суммы. Как можно пройти мимо этого? Но все прошли мимо, никто не осветил историю. Вместо этого журналисты напали на Мэтта Уолша за его разоблачение. Серьёзно? Какой у них мотив? Они также не освещают то, что происходит в больницах по всей стране, включая детскую больницу Филадельфии. Знаменитую больницу, которая признала, что делала операции на нижней части тела у несовершеннолетних и отрезала грудь молодым женщинам без каких-либо медицинских оснований. Медицинского основания никогда не было. И тем не менее, они хвастались этим. В Бостоне сотрудник детской больницы хвастался, что готовил двухлетних детей к переходу. Настоящее безумие, совершенно оторванное от реальной медицины. Но опять же, полностью проигнорированный факт. Смотрите. Большинство пациентов нашей клиники знают свой пол обычно в возрасте полового созревания. Но значительная часть детей знает об этом ещё в утробе матери. И они обычно выражают свою гендерную идентичность в очень раннем возрасте. Некоторые делают это, как только начинают говорить. Они могут произносить фразы «Я девочка», «Я мальчик», «Я собираюсь стать женщиной», «Я собираюсь стать мамой». Итак, в нашей Джеймс-клинике мы видим самых разных детей в возрасте от двух до трёх лет. И, как правило, вплоть до девяти лет. Это не наука. Это не имеет ничего общего с наукой. Это страшно. И всё же СМИ предпочитают молчать. Почему? Потому что ни один порядочный человек не может смотреть на это, не морщась от ужаса. Это не имеет ничего общего с медициной. Это не имеет ничего общего с улучшением жизни пациентов или развитием нашей страны. Нет. Это опасный культ, который наносит непоправимый вред детям, причём очень многим. В какой-то момент, когда чары рассеются, наше общество признает это, потому что это очевидно. И мы все содрогнёмся от стыда за то, что терпели такое.